Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о методе get в PHP. Что означает вообще этот метод get? Метод get это способ получения информации на веб-странице. Вот так вот я скажу. Предположим, вот есть веб-страничка у нас, да? И мы хотим на ней получить именно какую-нибудь конкретную информацию. Для этого существует метод get. То есть, как он выглядит? Просто к ссылке, к страничке, в которой мы хотим получить точную информацию, да? Приписываются еще параметры. Предположим, ID равен для нички. Или ID равен для логики. Предположим, нажимаем на переводчика, да? Здесь переводчик будет. То у нас уже, видите, идет такой вот знак вопроса и параметры еще создаются. То есть, когда мы хотим получить информацию на веб-странице, мы используем метод get. А когда мы хотим передать информацию, мы используем метод post. Ну, сейчас вы на практике все увидите. Где чаще всего применяется метод get. Ну, вот, предположим. Когда вы смотрите статьи в интернете, предположим, что я зайду на сайт. Так, да? Вот здесь вот есть... Но, предположим, да? Вот здесь вот есть статьи, да? И вот статьи, пожалуйста. Вот смотрите, здесь много статей. И нам нужно вот именно конкретно вот эту статью. И у нас сразу же срабатывает вот этот вот. ID равно 5. То есть, чтобы у нас вывелось не что-нибудь, а именно вот та статья, которая вот здесь написана, да? Используется идентификатор. То есть, да? Здесь уже написано... Уже выведет ту статью, которая ID равно 5. В качестве параметра, да? И поэтому... Выводится именно то, что нам нужно. Так, отлично. Давайте уже посмотрим, как работает здесь на практике. Мы уже научимся работать этим методом get. Так, давайте. Так, что-то нет. Так, сразу же сохраняю этот файл в моей папочке. Test. Денем Index. Так, отлично. Так, и создаем... Все. Нет. Зачем нам HTML-то файл? Он мне ничего не сделал. Создаем PHP файл. И вот... Давайте имя у него будет. Не знаю, там. Get.php И сразу же давайте обратимся к этому файлу через браузер. Localhost. Localhost. Так. Сервер еще будет включу. Все. все сервера я включен теперь вот у нас и на этот документ теперь так и теперь давайте сделаем ссылочку давайте хотя нет вам попроще бы объяснить здесь давайте предположим напишем напишем на вывести переменную а воде на переменную все отлично честно говоря не поддерживает ли мой браузер такой такой передачу документ если мы сейчас обновим да то у нас ничего не уволится пошли написали выведи переменную а что это за перемены никто ничего не знает теперь давайте вот так вот напишем а равно 7 вот у нас уже уволится семерка потому что мы здесь написали выведи переменную а у нас переменная браузер не знал что такое поэтому он ничего не выводил но мы качество параметров еще дописали здесь нашей функции а равно семерке поэтому он теперь уже знает что выводить ему передалась переменная а которая равна семерке да мы здесь написали и он уже знает что выводить он вывел семерку некоторые браузеры опять же не поддерживают такую передачу переменных то есть мы написали эхо переменную а и у нас в классе значит что мой браузер поддерживает функцию забыл как она называется вот если мы написали опять же get а то есть в виде переменную а который уже попал в массив кет у нас также все улиц то есть да когда мы называем что то что будет нам задаем параметры а равно семерке то у нас семерка получит переменная а уже попадает в глобальный массив гетт и попадает ну просто в переменную а напрямую в переменную а это у тех кого поддержки аудио кого не поддерживать переменную гетт а вот переменная гетт а попадание она супер глобальный массив попадания это переменную а универсальны она придерживается у всех м поэтому лучше выводить всегда через супер глобальный глобальный массив гетт это семя уже будет поддерживаться но так неудобно конечно проще написать переменная а что с этим делать опять же как и смело дам пост если у нас существует переменная гетт а если из сет переменная гетт а то то есть да если мы в качестве параметра здесь передали переменную а то то мы обычной переменной а присваиваем значение этого супер глобального массива гетт а и теперь он просто можно и так переменная а уже спокойно зато и сейчас это уже будет поддерживаться но тоже на всех серверах пушкому прилав приравняли переменную а к обычному глобальному массиву гетт и теперь такой способ мне кажется очень хороший потому что нужно постоянно прописать гетт там все а просто переменную а до этого мы просто дело приравняли вот сейчас тоже пишем ну вот тоже семеро вводится все нормально я забыл сказать то что тут могут быть то не только цифреные значения можно написать хорошая погода здесь у меня хорошая погода погода и она свойства хорошая погода также допустим хорошая погода года это так и давайте еще здесь напишем напишите переменную а и к ней пристыковать еще переменную 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 б у нас браузер тоже не знает что такое переменную поэтому просто пишет хорошая погода переменную б он не знает как же передать две переменных незамки то есть сейчас мы передали только одну переменную а написали хорошую погоду и все да а как передать две перемены для этого доставим ампер амперсам вот такой вот и пишем уже б равно сегодня вечером вечером опять опять же делаем такую проверку не забываем если так вы наверное уже поняли такая проверка если существует глобальный массив если глобальный массив попалась переменная б то есть да мы с ней к ней обратились то обычной переменной б присваиваем значение этого глобального массива так вот сегодня вечером смотрим что у нас получилось и у нас получилась хорошая погода сегодня вечером давайте уж чтобы совсем было понятно это я раскрыл здесь суде конечно хорошая погода сегодня вечером давайте ниже сделаем ссылку а шли а с источником ссылка будет выглядеть таким образом так получается что у нас адрес переписываем вот так вот так вот и а присваиваем значение уже с 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 И не смотреть изменения. Вот. То есть, да, когда пользователь нажмет на ссылку, его браузер перейдет. Когда он нажмет вот сейчас. Так, может ссылочку даже. Так, переносы делать здесь еще. Так. Вот. То есть, да, когда пользователь нажмет на эту ссылку, то в браузер попадет уже вот такой URL-адрес. Здесь уже в качестве параметров передаются переменные A значение плохая погода и переменные B сегодня утром. Поэтому здесь уже должно выводиться плохая погода сегодня утром. Когда мы нажмем на эту ссылку. Смотрим. Плохая погода сегодня утром. Все правильно. То есть, да, пользователь нажал на ссылку, в URL-адресе уже прописалась вот эта вот строка. И получается уже переменный A значение плохая погода, переменной B уже совсем другое значение, да. Все нормально. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам все понятно. Ну, а если непонятно, пишите комментарий. До новых встреч.